здравствуйте мои дорогие давайте сегодня сделаем большой расклад и посмотрим что вы значите для него что вы значите для него и так будем читать сегодня по достаточно сложной колоде но интерес необычный настройтесь как всегда я вам говорю на расклад загадайте своего мужчину вспомните что-нибудь приятное хорошее что было у вас не надо вспоминать плохое не надо привлекать в наш расклад плохое только хорошие спины и так давайте смотреть как считывают карты вас как считывают карты его вы он итак вы вас он считает смотрите какая карта карта колдуньи который получает знания по каким-то старинным своим книгам заклинаниям рядом с ней находится ее верный хранитель код защитник считает вас такой колдуньей магической женщиной которую умеет общаться с другим миром которые обладают хорошей интуиции прозорлива умеет смотреть в корень видите больше чем другие видят видят вас что вы пребываете вот в таком состоянии несколько закрытым и что вам тяжело как-то ориентироваться в этом мире и что вы ходите и ищите свой путь в на каком-то распутье сейчас видите перекресток и женщина взяв стихии в руки и факела пошли искать среди этих мир и тени неясности искать свой путь возможно вы находитесь сейчас в чужой стране может быть вы находитесь в чужой среде и вам тяжело там ориентироваться и вот он вас видит точек точно такой же когда вам тяжело идти находить этот путь когда вы идете как будто наугад как будто у вас нет солнце как будто вы находитесь в таком затмение когда путь не четок не ясен когда все покрыто туману при этом он вас видит вас видит что в принципе уверенно стоите на ногах что вы хорошо ориентируетесь в этой жизни что вы приносите вы вообще являетесь какой-то женщины которые полностью сформированы уже давно у вас есть свои какие-то жизненные устои они правильные они положительные вы возможно уже являетесь мамы у вас есть он вас видит как женщину такую семейную роскошную уверенно стоящий на ногах которая знает как нужно жить как он нужно зарабатывать как нужно ориентироваться в этой жизни теперь что касается его как вы его видите книга теней книга теней это ничего не понятно вы ничего о нем не знаете все что вы о нем знаете вы можете спросить только высших сил книга теней это пустая книга которая заполняется по мере получения информации какими-то магическими заклинаниями событиями сообщениями но в обычном миру эта книга пустая и говорит о том что для вас он непонятен для вас он пока не прочитанная книга закрытый человек на нем мало чего знаете знаете о нем что он сейчас погрузился в какую-то другую неведомую для него среду пока непонятную возможно сменил работы возможно сменил статус жизненный не знает а может быть женился развелся тоже переехал куда-нибудь в какую другую страну очень где-то находится в других условиях и вы понимаете что ему сейчас там тоже как бы не очень-то и легко ему приходится приспосабливаться к этим новым условиям жизни приспосабливаться к новым людям скорее всего по этой карте я бы сказала что он сменил работу и приехал перешел на новую работу где он являясь мастером своего дела пока не в полной мере может себя реализовать показать ведь этот гном такой сидится за вдумчивости и думает как бы ему реализовать себя как бы ему реализоваться как бы ему привлечь на себя больше внимания такая у получилась парочка вы и он как бы нам вас вложить в сторонку на его теперь будем делать расклад дальше что между вами а между вами на самом деле ничего не завершено эта карта очень долгого пути эта карта длительная долгого пути когда результат нужно долго долго ждать ведь и гномик сидит в задумчивости понимать что это очень очень долго если вы думаете что ваши отношения как-то закончились что кто-то вышел уже из отношений расстались то здесь говорит нет не закончились даже если вы и разошлись сейчас ваши корабли сторону то у вас еще будет возможность встретиться с друг с другом и продолжить то что не вы не сделали карта сатурна это не карта юпитера сатурна это у нас планета смерти очень многим нравится кольца сатурна но на самом деле эта планета очень холодно неприветливая и она действительно несет больше посыл смерти нежели жизни эта карта говорит о том что в вашей жизни произошли какие-то острые резкие огненные изменения и вы со своим партнером разошлись по этой карте я точно могу сказать что произошло расставание подобно смерти кому-то из вас было очень тяжело это переживать возможно обоим партнерам было тяжело от того что они расстались но так произошло это что в водопад говорит нам о том что эти отношения должны бы быть долгими они вдруг роста расторглись и разошлись по углам но это не конец карта духов которые вздумают к небу говорит о том что здесь за мужчину взялись высшие силы они его воспитывают этот мужчина пока не готов к отношению с вами вы видимо как-то сильнее вы увидим мой как-то лучше в этой жизни более грамотные более развитые нежели ваш мужчина и вот вашего мужчину сейчас формируют его не хотят пускать высшие силы и не пустят до тех пор пока он чему-то не научится что-то какой-то круг он должен пройти чего-то он не понимает мужчина видит вас как ни странно не важно сколько вам лет вы в его голове вот такая прекрасная девочка наивная радостная солнечная и самое главное очень честная и искренняя и когда он о вас вспоминает у него только добрые чистые мысли в голове о вас вы его прям наполняете вот этой вот вот этой счастьем радугой солнцем понимаете у него прям дельфинчики такие в голове проплывают когда он вас вспоминает до карта воспоминаний он и он будет вспоминать до тех пор пока он не пройдет этот урок он будет постоянно хочет он этого или нет возможно он уже и не хотел бы вспоминать но его все равно будут обратно возвращать высшие силы воспитывая и заставляя вспоминать вас а еще ему вы очень нравится он вас видит к замечательной хозяйку который вот все в руках горит вы и умеете и готовить и вот как здесь видите несколько рук у женщины она и мать она и и готовит и работает и играет так и вы умеете видимо все сразу делать и он вас видит какой-то такой женщины прямо все в комплексе да когда вот вы все успеваете все у вас прекрасно получается вы очень гармоничная личность и нам карты сейчас как раз показали что вы очень гармоничная личность как раз на карту повешенного падает что он высшие силы не отпустят его с этого состояния он не сможет сам выйти из этого состояния подвешенного в духе таком над стоунхэм потому что он должен будет пройти этот путь понимаете он должен будет как-то преобразовать какие-то свои устои понять к чему он должен двигаться он должен чему-то научиться в жизни вынести какие-то уроки его сейчас очень сильно наказали за то что обидел вас за то что ушел и знаете он сам осознает и между прочим ему тоже горько он осознает что он был резок он был резок он был резок и и убирал эти отношения резко отказывался от своей любви и сейчас чувствует себя нищим потому что рядом с ним была такая прекрасная женщина которая вызывает него такие светлые чувства вы как цветочек для него как ребенок такая добрый наивные нежный и он себя чувствует нищим потому что он отказался от этой любви и понимает что это колесо судьбы это его шанс был в жизни что вы вот такая вот прекрасный волшебный все умеете и возможно вы выносили в эти отношения и давали ему гораздо больше то что ведь у вас сколькими руками видит да я говорю и карты нам тут же подтверждает вы вносили гораздо больше вы призывали землю не сохнуть чтобы шел дождь чтобы была оживительная влага чтобы отношения развивались чтобы они росли чтобы они приносили плоды чтобы эта земля приносила плоды ламас там пришел вот чем делать сейчас я выложу подождите он поддавшись дьяволу поддавшись какому-то искушению сделал неправильный выбор видите все в одних красках это идет в один период времени это происходило в сиреневом таком тумане находясь он сделал свой выбор поддавшись под нажимом этого дьявола отказался от чувств пренебрег тем что это женщина по судьбе что это колесо фортуны что ты его счастье что это фортуна что это его судьба он сказал нет я сам решаю с кем не в этой жизни быть с кем не быть он отказался от вас и пребывает в таком печальном состоянии когда видите здесь ворны выклевывают что-то внизу мог взрастить вот такое прекрасное семейное дерево остался вот там внизу лежать и на вас падает на женщину которая пыталась спасти эти отношения опять вижу что по карте марса был воинственен он был активен он был грозен карта марса эта карта у нас войны он пришел с войной он решил что нужно это все разбить он решил что нужно все это разнести во все четыре стороны вообще замечательно вот он нам рассказывать смотрите что пренебрег по сатурну он пренебрег судьбой и по сатурну по смерти отрубил год навсегда искушенный дьяволом отрубил вас и ваши отношения ушел в свою жизнь сделав этот выбор внес эту войну ваши отношения и сейчас понимает что это война привела его к тому что он сидит страдает пьет стареет и понимает что время идет ничего сделать не может он понимает что он отрубил в жизни самую главную женщину его жизни это женщина которая могла бы с ним прожить всю жизнь посмотрите тут в трех апостасях то есть молодая средний возраст и уже возраст старушки то есть женщина которая идет через всю жизнь с женщиной который идешь через всю жизнь и все это свершилось под таким вот чаном магия видите кто-то здесь варил месиво наговаривал чтобы произошло это расставание какая-то женщина тут работала над этим какая-то женщина заинтересованная была в нем и не хотела его никому отдавать варила этот заговор наговаривала чтобы он ушел от вас оставив вас навсегда ушел и он ушел сделал этот выбор и и теперь его дорога как крест легла на дно на который тяжело на котором лежат разбитые корабли и тяжело туда спуститься под эту воду и поднять этот крест находится в таком тяжелом состоянии очень часто прикладывается к бутылке очень часто сидит вспоминают о том что все вот то что между вами было это было прекрасно и осознает что разрыв произошел сам год я просто был под каким-то чарами колдовства тут и карта дьявола тут и карта смерти тут и карта колдуньи который варит это месиво либо он был либо он до силу поскольку он осознает он скорее всего уже вышел из состояния этого магического опьянения и он понял что потерял вас как самую главную женщину в своей жизни сейчас очень тяжело вернуть эту дорогу обратно к вам потому что прошло какое-то количество времени то что много воды утекло потому что есть какие-то ссоры обиды которые он успел тут нанести но давайте будем смотреть дальше что же дальше произойдет так я соберу тогда все карты в колоду все хорошенечко перемешаю и посмотрим сделаем расклад посмотрим что же у нас будет происходить дальше в ваших отношениях какая-то магия прошла между вами здесь мы уже видим точно по этим картам учение люблю сваливать все на магический аспект здесь а наши в трех вариантов подтвердилась давайте смотреть что дальше будет а а дальше идете вы красивая уверенная женщина в себе хорошо стоящие на ногах возможно вы хорошо зарабатываете возможно вы даже руководите кем-то или чем-то вы знаете точно как нужно жить в этой жизни вы уже если меня смотрят молодые девушки то это не ваш расклад здесь уже женщина состоявшийся от 35 и выше дальше говорят что хочется вам или нет я вам сказала что ваш путин с этим мужчина еще не закончен вас все равно судьба свердет опять вместе потому что вы по карме даны друг другу вы должны были встретиться и ваши отношения будут поднимать из пепла и восстанавливать высшие силы после того как он у нас пройдет там свою трансформацию свое преобразование вы сейчас получаете какие-то знания мы сейчас пребываете в каком-то умственном тоже развитие не стоите на месте возможно кто-то из вас проходит какие-то курсы обучения возможно кто-то проходит какое-то повышение курсы повышение квалификации то есть какие то возможно у вас просто много очень много бумажной работы которые занимают очень много требует от вас очень много интеллектуального труда это карта большого интеллектуального труда когда человек именно вот трудится своей головой мозгом постоянно что-то анализирует постоянно что-то делает также эта карта говорит о том что мужчина который тоже о вас мало что знает вы уникальная пара вы друг о друге почти ничего не знаете и все у вас основывается на догадках и какой-то внутренней интуиции который вас объединяет и вот мужчина здесь пытается за вами как-то где-то подсмотреть найти какую-то информацию потому что ему очень интересно что вы за человек что у вас было что у вас будет хочет встречи с вами хороший добрый дружеской радостной светлой встречи видит вас такой прекрасной женщины который будет рад этой встречи не будет ему выговаривать каких-то горестных и ненужных претензий помните как в шутках шутит только бы об наших отношениях поговорить на вот он очень хочет чтобы при встрече обошли этот аспект и были рады друг другу и поговорили о чем угодно только не выясняя друг с другом отношения ну куда уж там без этого то конечно вот он год я весь такой мощный огненный страстный желающий любви страсти мужчина любит вас прям горит по всем чакрам его прям пробивает в вашу сторону он говорит что мы с ней созданы друг для друг у нас одна линия судьбы у нас одна линия жизни у нас одна линия творчества у нас одна линия одна дорога как по которой мы должны идти вместе мы год как половина друг друга и она горит моя половинка она горит моя половинка горит какая-то злая ведьма видите здесь женщина с шаром гадает у зеркала сидит там идет второе отражение более искаженно какая-то злая ведьма разрушила мою судьбу мои мой запрос год во вселенную а он где-то я делал и запрашивал чтобы мне дали моего спутника жизни какая-то дает женщина гад разбила мое сердце и украла эту возможность быть вместе но я говорит люблю эту женщину и хочу быть с ней вместе хочу все начать заново хочу все оставить позади что у нас не было и начать с чистого листа вот поэтому 0 0 понимаете обнулить это все пойти в новый путь пойти с этой женщины по умному без претензий говорит без закрытости каких-то потому что сейчас он вас видит достаточно холодной дамы которая от него ограждается и он собирается квас потихонечку атаковать как эти три птички знаете запускать небольшие весточки сообщение как-то напоминать о себе что ему без вас плохо он хочет этого встречи он хочет этого свидания он хочет ну вот так я вам сказал он хочет и любви встречи с вами понимаете двойка кук вы для него самое главное женщина в этой жизни здесь мужчина влюблены и ждет этой встречи и хочет этой встречи здесь он кипит страстью здесь он кипит любовью и чувствами к вам и хочет чтобы вы были вместе чтобы эта встреча состоялась чтобы ваше ледяное сердце по отношению к нему сейчас он понимает что вы не ледяная чтобы очень добрая мягкая но сейчас вы к нему проявляйтесь как ледяная снежная холодная он хочет чтобы вы растопили растопили этот лед в своем сердце опять говорит она колдунья она ведущая а знающие говорит очень умный вас считает ведущий непростой женщины она горит чувствует у меня с ней есть связь нагад может начать все заново она может запросто углубиться в какую-то новую науку постичь ее досконально и быть мастерами здесь видите опять нам показывает с крыльями ангелы игры в они вас пока не будут соединять до тех пор пока у вас не пройдут какие-то трансформации относительно друг друга понимаете как два крыла должны быть вместе вы должны соединиться вместе и это будет и опять вот на себя вы вы вдвоем до 200 как два крыла как две птицы смотрят друг на друга посмотрите здесь как две птицы смотрят друг на друга так и вы понимаете вы его сейчас выдерживает как дорогой вино будете потом чем дольше вино стоит и тем больше набирает вкус да и и и ценность своей так у вас ценность ваших отношений только возрастает на год это будет справедливо это будет честно так будет правильно так будет нужно он очень хочет с вами обнулить отношения он сейчас пытается найти собрать какую-то информацию о вас что-то узнать новое о вас потому что как мы видели и вы мало что они вы знаете он мало что вас знает и он хочет с вами пойти в новые отношения он вас по карте мир видит как партнеры которые выбирают один раз и на всю жизнь когда не хочется никакого другого партнера выбирать и он это осознает и поэтому сейчас он осознает и понимает что с вами он бы жил в абсолютно честных взаимоотношениях где никто никому не врет где люди вот сколько даешь столько получаешь да карта любви понимаете любви с вами хочет он вас видит в совместные союзе где 1 одним целом просветит хочет растопить ваше сердце хочет встречи с вами хочет растопить ваше сердце будут какие-то от него попытки с вами сблизиться какие-то будет послание посылать не знаю писать сообщение ну как-то нам пытаться о себе напомнить потому что он хочет встречи с вами хочет страсти встречи любви хочет человек хочет быть таким найти властелинным доминирующим это я мужик я сказал как сказал так и будет по моему хочет на самом деле закоренить эти ваши вот вот это вот чтобы иметь возможность с вами встречаться чтобы быть вместе с вами он хочет вот закоренить эту ситуацию чтобы она уже не выходила потому что ему без вас очень тяжело то что говорит разрушила ведьма это что должно было длиться долго он хочет дать новый ход отношения чтобы они уже не разрушались не под чьим влиянием он вам очень доверяет он видит вас просто какую-то магическую женщину способную противостоять злу как будто вы сама можете снять всю эту порчу всю эту магию очень интересно как будто вы сама вот ведь ведущая да так говорит которая разрушила наши с тобой долгие отношения и сделала из меня говорит отшельника отказавшихся от чувств отказавшегося от своей судьбы сделала меня несчастным практически говорит мертвым без этих отношений я ягод хочу ягод он я это понял я уже пережил гайд этот шок смерти я пережил эту шок того что тебя нет рядом я это осознал и хочу чтоб ты осознала услышала и выбрала меня он вас прям видит какой-то знаете может вы тоже таролог может быть вы занимаетесь какой-то эзотерикой он прямо с вами разговаривает таким образом что как будто вы с ним находитесь на каком-то ментальном на какой-то вентальном уровне с ним общаетесь он говорит такие послания вам посылает говорит выбери меня видишь это я ягод хочу все четыре стихи с тобой дай возможность мне их реализовать я устал страдать мне очень тяжело быть без тебя вот и он просит обратите внимание здесь эта карта и здесь он просит возможности начать новый активный путь с вами невзирая ни на что быть вашим солнцем в ваших отношениях он хочет взять вас под опеку он хочет быть вашим солнцем чтобы вы не блуждали в этом темном мире ища свой путь он говорит я буду твоим солнцем я буду твоим путеводителем он хочет вас оберегать потому что вы для него его как вы помните видели в начале расклада вы для него добрая и милая женщина как ребенок он хочет вас оберегать взять под свою защиту он говорит вы состоите из сплошных вы состоите из сплошных чувств сейчас он вас немножко боится даже потому что он вас считает очень умной женщиной умная женщина как я вам уже сказала который не стоит на месте который двигается вперед мало того что он вас считает женщиной ведущей знающий и работающей вообще с другими мирами он почему-то вас считывает что вы как сами как колдуньи но не в плохом смысле а в хорошем что вы сами работаете на каких-то других вибрациях он говорит не туши мой огонь не обдавай меня своим холодом ледяным я собираюсь говорит явиться к тебе и не просто начать а просто как двинуться вперед в наших отношениях это карта юпитера юпитер это практически второе солнце в нашей звездной системе обычно в звездной системе должно быть два солнца вот юпитер это то солнце которое не зажглось в свое время поэтому мы живем с одним солнцем но юпитер это тоже солнечная система вокруг него в кучу вращается так называемых планет юпитер он как бы своя солнечная система он говорит не гаси юпитер когда появляется в раскладах он всегда приносит как солнце расширение улучшение рост он говорит не гаси пламя нашей любви не гаси пламя наших начинаний береги его говорит не обдавай меня холодом я собираюсь я собираюсь с тобой продолжить ну спас вообще мы видели что он хочет обновиться и начать заново эти отношения да ты для меня та самая девочка да с дельфинами которые не дает мне покоя я хочу быть быть с тобой ты моя самая главная женщина в мире я хочу с тобой пройти всю эту жизнь все эти кэт маски все эти раздоры между нами будут сняты мы совсем справимся причем он верит в вас он говорит что что ты как женщина какая-то вот просто неземная говорит не с этой планеты женщина работающая с другими мирами в другом пространстве говорит манящая неповторимая я не собираюсь от тебя отказываться я не собираюсь отказываться от твоей любви я хочу чтоб ты была со мной и была и эта любовь тебе ко мне не угасла он верит в то что вы его любите до сих пор да он говорит я как маг как волшебник я оживлю все эти четыре стихии он в себе тоже уверен он говорит что мы друг друга стоим что я это же человек такой непростой я тоже работаю говорит на тех же высоких вибрациях как и ты я ведь я сразу почувствовал мы с тобой войдем в союз и заполним эту книгу знаний и о тебе и о себе книгу нашей жизни в официальном союзе мы будем говорит жить как он нам говорил по справедливости да сколько даешь столько получаешь он говорит у нас будет полнейшее равновесие благополучие в семье у нас будет царить любовь и взаимопонимание потому что у нас с тобой говорит любовь друг к другу у нас будет с тобой семья самая счастливая и самая лучшая на всем земном шаре потому что как мы созданы друг для друга потому что мы любим друг друга давайте давайте тогда на этом и прекратим этот замечательный расклад единственное у меня есть вопрос к этому мужчине как как долго он думает будет проходить его перевоспитание у высших сил и когда он собирается явиться да он тоже говорит за то что он произвел этот разрыв он нам отвечает женщина от него закрылась высшие силы его наказали и подвесили в состояние перевоспитывания это тяжелое состояние мучительное ему сейчас очень тяжело она говорит я не смогу раньше за свой неправильный выбор они его туда приковали за то что поддался поддался луне поддался не чувством а погнался зачем-то в своей жизни что его позвало привлекло у него все на чувствах на эмоциях но он нам сам говорит что чувства его растут с каждым днем все больше и больше что он собирается двигаться в этих направл в этих отношениях он собирается работать над этими отношениями потому что он хочет быть счастливым с вами он чувствует потенциал когда он вместе с вами да он чувствует что это отношения фундаментальные я спрашиваю когда ты собираешься он тяжело мне говорит поднимать этот путь ну вот он говорит он никак еще не прошел до конца трансформацию свою воспитательный процесс находится всех в этих своих колебаниях через три месяца через три месяца он начнет движение сейчас он еще проходит это воспитательный урок воспитательный урок о том что погнался не за чувствами а за деньгами погнался за каким-то благосостоянием своим поддался каким-то искушениям которые оказались не теми совсем искушениями которые привели его сейчас к тому что он очень часто стал прикладываться к алкоголю да то что отказался от женщины которая его вдохновляла от самой главной женщины в своей жизни он говорит что он будет возвращаться трудиться над этими отношениями да очень много сейчас употребляет алкоголь заливает просто свое горе этим но он вами очень дорожит не хочет от вас отказываться и сейчас когда я делаю этот расклад я вижу что он не спит он нам спокойно все рассказывает в каком ты сейчас состоянии в состоянии одиночества страдаю по своей любви страдаю потому что боюсь что останусь так и останусь один что никогда не смогу их восстановить эти отношения вернуть их назад карта нам закрывает расклад говорят мне что я как жрица которая читает этот расклад говорит о том что мужчина на дне колоды у нас идет одна из самых счастливых карт младших аркан говорит что мужчина жаждет перерождения что мужчина стремится к новому что мужчина ждет нового шанса что у этих отношений еще не закончено еще они будут возобновляться потому что мужчина сейчас проходит уроки от высших сил он не может сейчас сорваться и приехать вот именно сейчас потому что сейчас он еще не доработал что-то но он уже осознал многое в своей жизни он многое что пересмотрел ему уже хочется тянуться туда где ему было хорошо он уже понял что потерял одну из главных женщин в своей жизни и что таких женщин много не бывает это он уже осознал карты говорят что три месяца здесь еще срок через который он должен появиться вот такой у нас получился с вами расклад подписывайтесь пожалуйста на канал ставьте лайки для нашего с вами энергообмена всего доброго вам любите друг друга будьте любимы будьте счастливы до новых встреч пока пока